Приготовление древесного угля его получить довольно просто для этого нужно взять ветки одинаковой толщины фруктуры в деревьях либо лиственных и для распала хвоя для приготовления древесной для наших целей не подойдет сосна, хвойные деревья нужны более-менее твердые породы деревьев и для равномерного скорости приготовления нужно здраво подбирать одинаковой толщины кроме этого необходимо правильно организовать печь для этого сверху ложим утеплитель между кирпичами чтобы печь в прогресс и было одновременное сгорание древесины на открытом воздухе эта процедура будет связана с тем что будут большие потери золы древесного угля кроме этого нужно правильно приготовить правильно приготовить колосники для этого мы берем просто прутья и укладываем их вдоль после того как древесина сгорит будет удобно выгребать их в эту ложбинку перед печкой где мы затем будем гасить водой на чем процедура приготовления субстрата древесины будет закончена итак первая древесина распал ложбинка колосник печь прогрелась сгорели все дрова остался жар печь укрытая стекловолокном кирпичи разогреты можно загружать дрова в которых мы приготовим древесный ул таким вот образом желательно делать загрузку одноразовую или с небольшим разрывом этот способ довольно быстрый и простой никаких сложностей в нем нет так сказать экспресс способ приготовления древесного угля который имеет минимальное электрическое сопротивление повторяю что сосна из сосны получается мягкая мягкая зола и она практически не проводит электрический ток а нам нужно обратный эффект входит в режим для того чтобы нормально проходил весь процесс дрова немножко сыроватые но это не страшно это даже лучше почему то так получается более электропроводная зола можно можно поступать вот таким образом можно скажем сделать вот так подлаживать тоненькие веточки в огонь это главное достичь равномерности температуры и в топки высокой достаточной температуры и равномерного сгорания видите древесина сырая он выделяется влага по порам в общем процесс идет следующий этап будет выгрузка выгружать золу тогда когда эти языки пламени практически исчезли когда сгорит активная часть древесины дымящая проконтролируем процесс в связи с тем что мы видим возле дверцы дрова не так прогорают как там их надо немножко смешивать добиваясь равномерного прогорания надо сказать что как бы если добавляешь даже новые дрова то угли замедляются в своем прогорании все-таки процесс этот более-менее выравнивается самопроизвольно ну лучше конечно помогать таким вот образом процесс приближается выгрузки практически в общем готово выгружать я буду таким образом самому выгрузку я не покажу потому что жалко приборы вот так я это буду делать еще немножко и все выгрузку я произвел теперь нужно его замочить водой резко охватить вот процесс завершен несколько секунд и все готово буквально несколько литров воды уже нужно касаться руками вот такие вот получаются у нас электрическая зола такая что касается золы из хвой древесного угля то она мягкая легкая это такая жесткая получается дальше мы ее будем измельчать я покажу каким образом это делать измельчение конечно лучше делать подсушенной подсушенной золой вот печь еще тлеет естественно туда воды нельзя лить потому что она разрушится потому что все надо делать вне печи отдельно хочу показать вот зола из сосны такая она вид имеет такие продольные волокна и вот абрикос ну еще какие-то дерева совсем немного совершенно разная структура древесная угля это нам не подходит она электрически не плохо проводим здесь у нее этот эффект но очень слабый в отличие от тех деревьев у которых нет смолы не знаю как насчет твердых пород дуб бук ну вот скажем груша абрикос орех и другие лиственные породы они вполне подходят вот эта вся водичка она как бы промывает золу от сгоревших шлаков и ее даже нужно промыть чтобы она чистенькая была подсушить и применять для изготовления порошка для применения в источнике автор дуб 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 дуб